Дорогой Иисус, славим Тебя, спасибо Тебе, Господи, за эту удивительную возможность, Господи, за прославление, за Твои песни, Иисус Христос. Мы молимся, помажь это вступительное слово, Господи, и подготовь нас к основной еде, Иисус. Дай нам удивительное ожидание, предвкушение, сосредоточенность, слава Тебе, и во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Итак, послание к филиппийцам, 4 глава, 5, 6, 7 стихи. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И мы попробуем поразмышлять над этими стихами, только не с 4 по 7, а с 7 по 4. Здесь сказано в 7, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Здесь обращение идет к верующим, знающим Христа, которым дарован этот покой. И есть призыв удивительный в том, чтобы пребывать в этом удивительном даре покоя Христова. Размышляя об этом покое, можно предположить, что в каком беспокойстве пребывает этот мир, в постоянном страхе. Почему? Потому что не знают Христа. Потому что нет истинного покоя, спокойствия и потом радости вне Христа, а только во Христе. Человек, помните, в предыдущую проповеди, в воскресенье, преображение, где говорилось в первом пункте, что человек на самом деле бедный человек. Верующий человек, он осознает, что он бедный человек. Но несмотря, что он осознает и все время боится, потому что не знает Христа, он может сам в себе успокаивать в позитиве. Даже я помню, раньше по одному из радио всегда были такие призывы, лозунги. Все будет хорошо. Слышали, да? Буквально через каждую песню. Постоянно повторение этого призыва свидетельствует уже о том, что что-то нехорошо. И человек пытается сказать, что все будет хорошо. Человек пытается сам решить всю проблему, но он постоянно в страхе. И можно спросить, из-за чего в страхе? И первое, это из-за греха Адама. Он в постоянном страхе. Также из-за осуждения своих собственных грехов. Но он пытается сказать ему, себе, всем людям, что все будет хорошо. Такая у него надежда. Второе, то, что человек боится, потому что знает потенциал этого бедного человека, как ветхого человека. И апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе говорит о потенциале этого человека. И он говорит о самом себе, что некогда он был извергом. Извергом. И потенциал ветхого человека, он ужасный. Я иногда смотрю ролики про животных, пытаюсь размышлять над картинами из Библии, где описываются животные. И наткнулся на ролики одного человека, который организовал целый прайды Львов. Более того, он заходит туда и пытается сказать, что все хорошо. И заводит также других людей. Но внутри постоянное беспокойство, дрожь. И он осознает, что не все хорошо. Но он как бы пытается из этих Львов сам превратить их в котят. Но внутри, конечно же, он осознает, что любой из этих Львов, с одной стороны, видит его как не что иное, как просто мясо. Но мы чуть-чуть отстранились. Эта картина может показаться странной. Но и также человек пытается сказать, пренебречь вот этой истиной из Библии. И Библия говорит ответ на этот вопрос. И он пытается из этого изверга сам сделать котенка. И сказать, что все будет хорошо. Но видит на самом деле, что ничего не выходит. И поэтому человек постоянно пребывает в страхе и не может ничего с этим сделать. И апостол Павел в конце сказал вот это утверждение, уже даже будучи верующим, бедный я человек. И люди неверующие, они постоянно изнутри, в глубине души, постоянно об этом кричат. Бедный я человек. Хотя могут говорить, что все будет хорошо на поверхности. И ответ Бог говорит, этот удивительный ответ апостолу Павлу в 25 стихе, что апостол Павел произносит этот ответ. Благодарю Бога моего Христом Иисусом. Ответ в Иисусе Христе. Только в Агнце, который умер за нас, освободил нас от этого вечного осуждения, от этой вечной смерти, от вечной погибели. И также освободил нас от закона греха и смерти. И предоставил эту удивительную возможность, благодать, жить в новом человеке, в законе жизни. Он освободил нас от этого зверя, от этого изверга. И дает нам эту удивительную свободу в Иисусе Христе. Это удивительная свобода в Господе. Первое, мы с вами сказали, это дар вечной жизни. А второе, свобода от этого изверга, ветхой греховной природы. И что при этом необходимо, постоянно обращение в эту удивительную истину, как говорится в Иоанна, 8 главе, 31 стихе. «Прибудьте в истине, и вы будете свободны». Свободны от чего? От этого изверга. А это идет обращение к верующим. К неверующим есть обращение. «Придите к Иисусу Христу, и Он освободит вас от всякой этой дрожжи, страха и беспокойства». Только в нем есть этот ответ. И последнее. «Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко». Это из всего вышесказанного мы говорим, что это не кротость этого ветхого человека. Ни в коем случае. Потому что в ветхий этот лев никогда не может стать кротким. Но Господь позаботился, чтобы этот лев был распят, как через кротость льва из колена Иудина. Это Христос был распят за нас, как агнец, и Он сделал так, что изверг этот был распят. Он приговорен к смерти, и мы стали свободными от Его власти. И здесь сказано также, пусть эта кротость в Господе будет известна всем людям. И это есть удивительное благовестие. Люди нуждаются, чтобы слышать в единственном пути освобождения от всякого беспокойства. Только во Христе Иисусе. И мы идем, говорим, что Иисус Христос был распят в своей кротости. И только через Иисуса Христа есть это удивительное освобождение от беспокойства. Есть удивительное хождение в законе жизни. И только в Иисусе Христе мы находим это удивительное освобождение и благодать, и свободу во всякой ситуации. Аминь! Аминь! И давайте... Субтитры создавал DimaTorzok